Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале Земсу Вижн и сегодня я вышел на рыбалку за карасем. Рыбалка на макушатники, на легкие макушатники с небольшими крючками. Думаю, будет довольно интересно. Но сейчас вот такой вот ветер значительный, поэтому пришлось подгрузить сигнализаторы колокольчиками. Но снимаю не с самого начала. Уже кое-что есть. Вот такая вот пара карасиков. Посмотрим, сколько их нам удастся поймать до вечерней зорьки, до самого конца. Сейчас у нас 16-26, рыбачить будем до 20, где-то чтобы успеть еще сложиться по-светлому. Ну и собственно поехали. Что ж, поклевка на макушатник первая отчетливая, по крайней мере, ну не знаю. подсек, по ощущению ничего там нету. Скорее всего еще и брусок макухи вылетел. Посмотрим. Нет, что-то бьется. Что-то есть. Ничего себе. Ну что, с перворылкой вот такой вот карасик с почином. По макушатнику вот такой вот прямоугольный макушатник. И на него ставлю 4 поводка. 4 поводка, в принципе, можно ставить 2. Но для того, чтобы быстрее шел процесс. Их здесь 4. И крючки маленькие, легкие, из тонкой проволоки. Почему так? Потому что так лучше и быстрее происходит засечка. Минус такой оснастки в том, что клюет небольшая рыба относительно, потому что большая просто не успевает подойти. Но зато рыбалка веселая, интересная. И получается, что качественная. Голго и нудно здесь что-то играло с сигнализатором. Думал, что ветер возможно. Но прям высадило, прям опустило. Очень-очень место. Сейчас посмотрим, что там может быть. Там сидела рыба. И, кстати, да, там просто сидела рыба. А из-за этого всего я ее не видел. Из-за ветра. Кстати, неплохой такой карась относительно. Забрасываем. И вот он сидел долго и нудно. А я думал, что это ветер повысит сигнализатор. Класс. Да, я сегодня такой красивый из-за комаров. Конечно, идеально было бы Панама с широкими бортами. Но и здесь хотя бы лицо закрывает. Потому что снял вот эту сетку. Почувствовал укус раз один и кровь сразу. Другой сразу же кровь комаров. просто руй здесь огромный. Средний все никак не успокоится. Туда-сюда потихонечку поддергивается, опускается, поднимается. Можно подумать, что это ветер. Но нет. Соседние стоят вообще неподвижно. А этот, причем есть такой наоборот, ветер затихает, он наоборот приподнимается. или слишком резкие движения. Вот. Вот они. Вот они. Но это пока что не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы он мощно либо поднял, либо опустил. В итоге поклевка на крайний левый удильник. Ну не знаю, опускала, вроде вовремя подсек, сопротивления особо нет, оснастка уже на верху. А ну-ка, что-то есть. Вот где хороший карасик? В прошлом сезоне сазанчик был, я его отпускал, отпускал, а что толку? Если в этом его нет. Но, тем не менее, третий карасик есть. Рыбачу никого не трогаю. И тут вот такая вот змеюка залазит на помост, шипит, такая вся страшная. Наверное, хочет меня съесть, ужалить. Слышите, как шипит? Что ж, ребят, на самом деле это водяной уш, так называемая шахматка, либо шахматный водяной уш. И видите, я его абсолютно не боюсь. Он меня не кусает. И не нужно путать его с гадюкой. В принципе, змей не нужно трогать. А у этого красавца, посмотрите, во-первых, окраска совсем не такая, как у гадюки. У гадюки идет зигзаг по спине. Во-вторых, глаза, зрачки у него круглые. Такая треугольная, кстати, голова, на самом деле может вызвать страх у кого-то. Зрачки круглые и зубов, клыков, тех самых ядовитых у него нет. Поэтому вот такая вот змеючка, водяной уш. Видите, не трогайте. Он не представляет никакой угрозы для вас. Поэтому давай, малыш, оно куда-то. Оп! И ушел здесь его дом. пропустил по сути поклевку. Но посмотрим, сидит или не сидит. Только забросил. Вряд ли там будет что-то очень хрупное, но что-то может быть. Аминька. Не, вышла наверх. И это фиаско. И в этот раз это фиаско. А, вот такой вот фиаско красноперки. Вот зараза. Взяла и просто сбила мне всю рыбалку. А вот, а вот, а вот. Вот это оно или не оно? Ветер. Если бы не ветер, все бы было сразу понятно. И так могут быть варианты. Ап, чуть не долетела. Так, ты уходи больше не приходи. А ну давайте осмотрим. Тут, по-моему, что-то есть. Тут, по-моему, что-то даже есть. Да, в сторону. О, вот, ну, это уже весело. А вдруг подсак надо будет использовать, да? А ну как, кто тут у нас? Давай сазанчик. А нет. Это у нас пер. Почему-то в последнее время кто завелся такой на водоеме, кто подсекает очень сильно. Посмотрите, это далеко не первый такой. Вчера был два таких карася поймал и сегодня. Вот уже кто-то его подсекал очень-очень сильно. А у нас тем временем пополнение. уже такое товарное не краснотверка по крайней мере. Очередная поклевка немного с запозданием подсек, потому что настаивал соседнюю выставлял. А ну-ка посмотрим. Идет в бок и это конечно что? Это конечно хорошо для нас. Если там опять краснотверка это будет не хорошо для нас, но это не краснотверка, а вот такой вот карась. Причем засекся он как-то весьма своеобразно. Но тем не менее очередная маленькая ладошка. Но где есть нормальный карась вот в чем он. Под такие мелкие крючки приходится делать отверстия и это у меня сверло для бойлов, потому что если крючки сюда втыкать, то хватит их буквально на один заброс наверное точнее вы его сюда ваткнете и все он затупится. а так вот четыре отверстия по углам и уже можно забрасывать. Так поклевкой вроде сначала было даже что-то хорошее на потом включил камеру может быть сошло. А ну ка ай я это такой живцовый кстати вариант сильно зацепился на такой вот карасик 17.22 прошел час с нашего вступления тогда у нас было два карася а сейчас а сейчас раз два три четыре пять шесть шесть карасиков то есть четыре прибавилось за час пойдет в принципе а кто так же как и я складывает рыбу не в садок а в подсад а вот если клюнет что-то по-настоящему хорошее то все эта рыба просто выбрасывается и подсад используется по назначению для того чтобы достать ожидаемого сазана или амура минут двадцать не было уже поклевок и она расстраивается и тут такой хороший подъем но кстати на удивление там ничего что ли а подъем что-то какой было блин холосто ну в общем жало на крючке нет не знаю как так получилось может быть на подсечке оно и оклонилось ну вот это минус таких вот тонких крючков иногда еще сама макуха вылетает из петли все усилия приходится на крючке они просто ломаются буду ловить пока так ну а дальше уже менять так боюсь сгладить но вроде что-то нормальное но это может быть и сам макушатник конечно иногда он создает такой эффект но удилище прямо сгибается было бы неплохо достать сезон что-то либо хорошего окраса а ну-ка что это а гернида сама макуха создает такой эффект вообще мелочь посмотрим ну что-то идет вбок опять какая-то мелочь да что такое а такой ладошечник но ладошка это скромно весь мерный только вот такого вот размера 18 0 4 и за 2 часа рыбалки 1 2 3 4 5 6 7 8 красей рыбачим еще наверно часа 2 если будет еще 8 16 то это вообще неплохой результат хорошая поклевка отвлекся и в это время колокольчик засигнал но уже не буду ничего говорить почему потому что потому что макуха очень хорошо грузит гилиши ага и вот у нас вообще ничего а поклевка была просто великолепна и вторая тоже опустилась ничего не было довольно долгое время а это как выход ну тут даже если что-то есть очень мелкое а скорее всего а ну-ка нет что-то есть но маленькое рыба очередная поклевка какая-то не совсем уверенная но будет тем более интересно узнать что же там все же есть а что-то вроде есть потому что глянет из стороны в сторону но такое ощущение что вот туда прямо бросать не надо там какой-то мелкий раз именно из той точки достаю малышей а тут зараза это сидела а я не знал увидел что чуть-чуть там подопускается сигнализатор ну и он там сидел на этих двух поклевки идут на этом не идет вот он так в очередной раз хочется сказать неужели что-то хорошее но может быть в этот раз действительно что-то есть ну а ну-ка чуть-чуть больше чем обычно но обычный опять же по сути карасик вот макушат не дает сопротивление так надеюсь что что-то есть так на подсечке сработал фрикцион а ну-ка а ну-ка было бы неплохо да смотрите вот это уже может быть действительно что-то и вроде это даже не просто не просто макушатник что-то там есть поинтереснее да оно что там происходит бедолага попался за задницу и вот это вот и дало сопротивление опять поклевка дуплетом и нагрузка такая будто там что-то есть поклевка сначала начала на той а потом это ну я предпочел там где более явно более такая наглая а ну подождите может сюда получше может что-то немножко но да такой ладошка но ладошка поувереннее а вот тот пока молчит уже два раза были поползновения но не очень сильные но карасик в итоге та удочка которую я не подсюк ничего я не потерял потому что этот товарищ там сидел ну и начинается дождь сейчас отдыхающие кричащие надеюсь уйдут а клев еще увеличится в принципе такой клев все же хороший достаточно обусловлен тем что погодой в первую очередь на мой взгляд перед дождем часто так клюет хорошо ну не знаю сколько там хорош были бы они конечно побольше было бы еще лучше но и так просто замечательно рыбачим дальше время еще есть неуверенная поклевка они вместе соберутся могут уже выкнуть подстать неуверенная поклевка но что-то есть а ну-ка хоть один хороший возьмет в этот рыбал в этот день пойдет очередная поклевка так подопустил потом начал обратно поднимать вот если сейчас пока я колокольчик снимал не сошел то что-то есть здесь что-то здесь что-то вот такое кстати двумя крючками сразу за нижней губу поклевка ай-яй-яй так посмотрим что здесь снимал подводку ну просто перебивку в общем рыбухка кстати в это время слышал сигнализация на кухне рыба есть небольшой поклевка вечерняя солнце заходит а как красиво идет в сторону и выходит наверх красиво вываживать до дичи вот такой вот карасик супер вот такая рыбалка мне нравится думал просто перезакинуть вот такая тоже нравится а там рыба уже есть надеюсь и здесь рыба есть что-то очень маленькое может красноперки поклевка практически после заброса но кто бы сомневался красноперки такая рыба нам не нужна вот такая пойдет в общем стоял макушатник не работал думаю перезаброшу не включил камеру вымотки две дубль но красноперки поэтому это конечно не считается но прикольно только перезабросил макушатник сразу поклевки но не понятно вроде в сторону идет да идет немного в сторону но что-то мелкое а самое главное что макушку новую только сюда поставил и она вылетела это конечно обидно наверное уже новую ставить не буду потому что время приходит к финалу осталось буквально 15 минут света и тратить брусок макухи наверное не буду буду потихоньку наоборот разбирать вот это вот удилище может это тонкий манок но начало разбирать удочки поклевка на вторую на другую ну посмотрим на тоже и тут финал но где-то я здесь тоже ставил только что новый брусок что-то идет конечно честно рыбачил бы и рыбачил рыбачил бы до упора а новая что-то на глиссе сейчас выйдет оп а это малыш это малыш но все равно поклевка если слышно то красочи все вы знаете наверное сейчас этот вопрос относительно того когда я был помладше у нас были скутера права не нужны были на них ездили но скутер быстро не едет какая-то цивильная более-менее техника сейчас питбайки эндуро кроссы в моде стриты не в моде спорты не в моде на спорте надо уметь ездить по-настоящему шуму от них ужас честно хоть сам всегда на двухколесной технике но это капец со всех сторон просто со всех сторон идешь по тропинке один раз такой проедет тропинка разбита в ноль уйти такое себе а я сейчас наоборот перешел велосипедом велосипед тема потому что там только от тебя зависит твой скилл сколько ты можешь вкрутить и по скорости и по продолжительности шоссейный велосипед да и все остальные это классно так ну последняя удочка тоже решила в холостую так сказать не выходить а была поклевка сейчас либо ничего либо что-то еще мелкое и ничего вот на этот крючоке была поклевка жаль и тоже только поставленная сюда макуха собираю все одно удилище собрал одно полу разобранное и все последняя удочка а там у нас последнее солнце обалденный красивый закат пока светло давайте посмотрим что же нам сегодня удалось поймать садок я не брал я брал подсак оп и подсак довольно приятно изгибается не знаю надо бы посчитать конечно раз 23 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 22 по-моему насчитал 22 но если 22 в принципе неплохо отвертбачил 4 часа сейчас у нас давайте 20 07 вступление я снимал в 16 20 при этом имея двух красиков в активе за 4 часа неплохой результат ну были бы конечно они покрупнее потому что это ладошка причем ладошка небольшая что ж ребят вот такая вот сегодня была рыбалка порыбачил на самом деле довольно интересно но в то же время два критерия которые мне не понравились первое это то что рыбы крупные почему-то нет и нет сазанчика в прошлом году он был на этом водоеме и второе комары комары это просто ужас сейчас их вроде нет но они тебя просто облепляют просто стаями садятся на тебя поэтому пишите в комментариях как вы боретесь с этими самыми комарами ну а кому это видео было полезным и интересным просто интересным в первую очередь ставьте лайк подписывайтесь на канал всем счастливо всем счастливо и подписывайтесь на канал